Так вот, сними, вот. Есть? Сручочек есть? Если загорится зеленая, все нормально. Если красная, значит нет. Все, пожалуйста, это лично. С алкотестером студенты сталкиваются впервые, но эта процедура одна из составляющих их будущей профессии. При работе на особо опасных объектах должна быть четкая координация действий, поэтому не грамма алкоголя накануне рабочего дня. Перед экскурсией ребята проходят полный инструктаж. Убедительная к вам просьба. Ни одну кнопочку вы своими руками не нажимаете. Хорошо? Промплощадка «Советская» – одна из четырех расположенных на протяжении всего газопровода проекта «Сахалин-2». Специалисты сахалинского филиала «Газпром» «Трансгаз Томск» ведут полное техническое обслуживание его наземных объектов. Тяжело? Нет. Нет? Легко. Ну, спасибо. Слухи о том, что на работу в крупную газовую компанию приглашают только специалистов с материка – миф. В компании существует свой кадровый резерв из перспективных сотрудников, которые ездят на обучение и стажировки в Томский политехнический университет. Там же повышают квалификацию и выпускники САГО. Политика нашей компании именно состоит в том, что мы в первую очередь принимаем сахалинский персонал. На сегодняшний день у нас только 10% персонала ездят с материка. Все остальные – местные сахалинцы. Сегодня у сахалинских студентов есть реальный шанс получить работу на объектах компании, которые сейчас находятся в стадии разработки и строительства. В рамках реализации проекта «Сахалин-3» «Газпром» в 2012 году начнет добычу на Киринском газоконденсатном месторождении на сахалинском шельфе. Многие дети не знают, куда им дальше идти работать, а это из таких экскурсий нам позволяет расширить свой кругозор в дальнейшем, чтобы это помогло для работы. Мы сейчас студенты третьего курса, у нас здесь бакалавря, то есть мы учимся 4 года, и нам уже по-хорошему надо определяться, то есть какое мы хотим видеть свое будущее, непосредственно связанное с нашей профессией. Студенты стали первыми посетителями объекта компании «Газпром Трансгаз Томск» в газораспределительной станции «Дальнее». Ребятам показали технологию транспортировки газопотребителям. Во время таких экскурсий будущие специалисты видят, в чем заключается их работа. Понимают тонкости, которые не покажут на слайдах в университете. Студенты, побывавшие на объекте, убедились, что и в родном регионе можно применить свои силы. Были бы желания и хорошая подготовка. Валерия Иванова, Николай Гриненко, Вести, Сахалин-Курилы.